Проблема наша в том, что у нас нет дороги, уличного освещения. Вот так и живем сами, сами по себе, да. Сколько можно? Но ведь надо напомнить, что все-таки они представители народа, поэтому защищать должны наши интересы и интересы наших жителей. Каждый раз, выезжая по тревожному звонку о просьбе помощи на любой адрес, нас посещает двойственное ощущение. С одной стороны, очень хочется помочь сразу же, а с другой, опыт подсказывает, что не все так просто. Не ошибусь, если буду утверждать, что и люди, позвонившие к нам, находятся в неоднозначной ситуации. Терпеть безобразие уже нет сил, и что делать, они тоже не совсем понимают. Частный жилой дом номер 155 по улице Ленина горел уже дважды. Хозяев развален нет, а мучительные для окружающих последствия только умножаются из года в год. Закономерный вопрос – кто это остановит? В данный момент мы работаем по этой теме, выявляем собственников этих же жилых домов, которые сгорели. У нас не один такой дом. А сколько примерно? Ну, я вот сейчас вам не могу сказать, но около, я знаю, 5-6 домов. Вот в данный момент мы вычисляем собственников через Росреестр, определяем фамилии, имя, отчество, но во многих домах люди, значит, умерли. В частности, вот в этот 155 дом, там двое людей умерло, трое людей еще мы не можем найти. Там 5 собственников на этом доме. Я раньше дружила с этими жильцами, они были молодые. На первом этаже жили, значит, Светоносов, Алексей со Светланой. Они разошлись, и я, значит, сразу тоже Светоносов уехал, и он сразу, ну, пустой стал подвал. Во второй половине квартиранты жили, тоже, значит, они уехали. А здесь, значит, жили Распоповы, Таня и, как его зовут, не помнишь, который умер-то. В общем, сначала эта крыша упала. Стекла, давайте, там, в общем, выбили. Он пустой был, а потом он загорелся, и все, больше здесь никто не жил. Примерно в каком году это было? Это было где-то в шестом или пятом году. Я уже здесь жила, когда он первый раз загорел. Я здесь 12 лет, 12 лет здесь живу. Ну, вот в году 2005, наверное, в шестом-то точно он загорелся. Второй-то вот раз, мне кажется, года два тому назад. Мы не можем и предписание никому выписать на, значит, хотя бы огораживание этой территории, чтобы не замусоривали ее. Разобрать этот дом вы тоже не имеете правила? Мы, мы нет. Вот как АТИ, у нас только ручки. Если вообще не найдется никогда человек? Нет, он все-таки, он может признаться по суду бесхозным, и тогда муниципальное, значит, образование город Шадринск имеет право по суду, то есть по суду признать бесхозным, и получить право собственности на этот земельный участок. Я делаю свою работу, а юридический отдел и другие отделы делают свою работу. Ну, может быть, в течение зимы мы все-таки что-то сделаем. Нас беспокоит вот этот вот мусор. Окно открыть невозможно, вот нынче где там было вообще невыносимый запах, вообще непонятно чем. И крысы бегают, так ведь они, какая гарантия, что они в дом не пойдут, эти крысы, так ведь? Столько лет этот мусор уже купится и купится. Уже тоже в том году, значит, его подожгли, специально подожгли. Мусор сгорел, они снова давайте выбрасывают. Кто они-то? Я не знаю. Ну, где? В эти, которые выбрасывают мусор. А вы куда выбрасываете? У нас своя, свои четыре контейнера, мы выбрасываем и платим за него. Собственникам я бы пожелал сделать так. То есть, если есть возможность, фиксируйте факты скидывания вот этого мусора на территорию города. Если это, например, происходит с машины, записывайте номер машины и обращайтесь, если это в рабочее время в отдел АТИ. Часто вот эти правонарушения, вы сами понимаете, люди уже знают, что они нарушают административный порядок. Да, порядок. И они это все делают под покровом ночи. А вы можете себе представить, Алексей Анатольевич, вот эту старенькую бабушку, которая мне позвонила, которая ночью дежурит? У этой старенькой бабушки все-таки, может быть, есть и внук какой-нибудь продвинутый, который все-таки может помочь ей. Вы видели когда-нибудь, чтобы кто-нибудь подъезжал, выбрасывал? Попробовали их остановить? Нет, я видела только из окна. Ну, что, как я могу? Я же не буду стоять здесь. Только из окна. Могут и машина подъехать и бросить. Вот из этого дома, раньше жильцы здесь жили, они тоже по тележкам, несколько тележек у них, мешков, тащат и бросают. Ну, все частые дома, которые здесь окружают, они все и бросают. Все. Алексей Анатольевич, а вам не кажется, что вы перекладываете свою обязанность на граждан? Видите как, вот давайте так. У нас, например, есть участковые, да, их около 25 человек. Участковых по городу. А у нас в администрации, в отделе АТИ всего 4 человека. А, то есть вы предлагаете жителям просто к участковым обратиться? Мы предлагаем так, все-таки содействовать. Участковые, мы, граждане, мы все-таки выявим того нарушителя, который, значит, пакостит и сбрасывает мусор. И все-таки его накажем. Все-таки загоним в угол в такую ситуацию, что он не сможет больше не выбросить ни окурок с машины, ни пакет мусора на улицу города. Надо доводить вот эта работа, постедневная. Я бы даже сказал, надо, вот, вот слову мусор, надо подходить совершенно по-другому. Это мусор в наших головах. Расскажите, как вы летом-то здесь жили? Собаки. А собаки вообще даже бросаются. Идешь, они бросаются на тебя вообще невозможно. От собак тоже никакого покоя нет. И, кстати, собаки-то вот даже вот живет хозяин. Она не бездомная у него. Собаки. Да. Это, ладно, их три. А здесь бывают их по восемь, по десять даже. Очень стаи такие были. Мне кажется, один раз уже... В седьмой квартире женщина живет как раз через стенку со мной. Она тоже говорила мне, ну, на работе. Говорит тоже все, говорит, мухами все, говорит, вообще обсижена. Даже вот с парикмахерской сегодня и то сказала мне парикмахерша, что вот это вот у них вот вывеска, вот это тоже, говорит, вся мухами обсижена. И тоже вот она говорила, ты из седьмой квартиры, говорит, ты не чувствуешь, говорит, как, что пахнет. Я говорю, чувствую. Мне единственное, от мух я спасалась, у меня сетка москидная, окно, видите, евро. А так вот, тоже, наверное, не знаю, что бы делала. А скажите, машина, мусороуборочная машина, хоть раз вы видели ее, приезжала сюда? Нет. За эти 12 лет ни разу? Нет, она проезжала, вот по Ленину, постоянно же мусор собирают, там, которые уже наготовлены, кульки. Ну, вот они, по дороге. Здесь никогда никто не касался. Здесь нет. Вот только по дороге, что эти стоят мусорные. Понятно. Вообще, наши дома вот никому не нужны уже. А тоже хорошие такие домики были раньше. Там, значит, канализация у нас топит, вонь такая. Здесь помойка. Ну, вы сами-то видите какой-нибудь выход? Кроме того, что нам позвонили, мы сняли, сейчас покажем все. Не знаю, может, какие-то меры примут. Понимаете, что я обращалась в прошлый год, ну, наверное, похоже в административную комиссию. Вот я не запомнила, видите, вот так. Мне там, их было несколько женщин сидели, они мне ответили так. Мы к частным домам отношения никакого не имеем. Ну, ответили так, я ушла и все. А про мусор вы им сказали? Конечно, я вот насчет этого и ходила, говорю, вы знаете, невозможно уже, говорю, свалка натуральная. Мы не имеем, говорит, частным домам никакого отношения. Почему люди, которые живут в этом доме и как добропорядочные хозяева выбрасывают мусор куда надо, являются заложниками всех остальных, ну, так скажем, недобропорядочных, которые бросают мусор, которых наша власть просто наказать, поймать не может? Почему? Ну, почему же? Мы все-таки наказываем граждан, которые это делают. Это штрафы, это вызов на комиссию. Но, видите как, если мы наладили работу с управляющими компаниями, которые нам предоставляют информацию, например, дворник работает рано утром, смотрит, да, машина подъехала, с нее вышел человек и выбросил мусор в бак. Значит, дворник докладывает своему руководителю, руководитель выходит на нас. Мы определяем собственника машины и вызываем его к себе и вставляем административный протокол. Если это, значит, с управляющими компаниями отлажено, то мы действуем. А если не отлажено, то и мусор будет по колено, и неухоженные деревья будут рвать провода и прочие коммунальные неурядицы никто, кроме вас, не заметит. Председателю ТСЖ или руководителю жилкомпании просто необходимо налаживать взаимоотношения со всеми службами города, и тем более с соседними домами, в которых тоже живут люди, и у них тоже могут появиться такие же проблемы. А вдруг и возле их ворот начнут расти кучи чужого мусора? Кто же им тогда поможет? Все то, что мы выбрасываем, все-таки можно перерабатывать, можно утилизировать. Я, значит, сам лично связался с ООО-центром, который работает по переработке пластика, и свой пластик я привожу им. Необходимо связаться с руководством, приехать или, по крайней мере, приехать на Тюменскую-2, поговорить с руководством и договориться о передаче своего пластика этой перерабатывающей компании. Это, значит, должны заниматься все-таки управляющие компании. Мы работаем с частным населением, мы работаем с предприятиями города, мы работаем с торговыми точками, с индивидуальными предпринимателями. По утилизации и переработке отходов пластмасс. То есть это различные виды пленки, полиэтилена, полипропилена, мешки полипропиленовые. Допустим, для частного сектора, это, можно сказать, мешки из-под сахара, из-под муки. То есть, ну, как бы достаточно, конечно, очищенные полимерные тазы, ведра. То есть все мы это принимаем на утилизацию. Это наносит вред нашей экологии. Вот, поэтому, чтобы это все предотвратить, лучше, конечно, все это, допустим, скапливать где-то в определенном месте и приводить нам. Для нас эти отходы являются сырьем. Для нашего основного производства это производство полимерно-полненных изделий. Тротуарная плитка, черепица, кровельные материалы, стеновые панели. В результате, конечно, мы уже здесь населению что-то доплачиваем. Но все же просто, если по-человечески. Мусор накопил, отсортировал, куда какой нужно, какой сжечь, какой закопать, а какой сдать, да еще и за деньги. И даже известно куда. Цепочка действий как на ладони, только почему же не работает? Вот здесь и нужен трезвый и профессионально беспристрастный анализ специалиста, умеющего найти гнилое звено в цепи. В противном случае всегда найдутся люди, которые окажутся на грани и которые будут искать выход из этого неудобного для нормальной жизни положения. Кто может в административную комиссию написать, письменно обратиться, может они помогут. Проблема наша в том, что у нас нет дороги и уличного освещения. Вот так и живем сами, сами по себе, да. Сколько можно? Но ведь надо напомнить, что все-таки они представители народа, поэтому защищать должны наши интересы и интересы наших жителей.